Игру в квест Хотел устроить полицейским житель Санкт-Петербурга На стационарном посту полиции в набережных челнах Он утверждал, что нашел наркотики И решил увезти подальше от соблазна Бывших наркоманов не бывает История одной зависимости Субкультура, опасное явление или этап взросления А также все, что вы хотели знать о киберспорте Об этом мы рассказываем в программе «Без компромиссов» В студии Равиль Саиганов Здравствуйте Игру в квест хотел устроить полицейским Житель Санкт-Петербурга Которого остановили на стационарном посту полиции В набережных челнах Сначала он заявил, что просто нашел непонятное вещество И даже попробовал его на вкус А потом, поняв, что это наркотики Решил увезти подальше Чтобы другие не нашли Однако автомобиль оказался буквально начинен Запрещенными препаратами Причем спрятаны они были настолько тщательно Что пришлось едва ли не разбирать машину Будем производить всю досмотр Вам предлагаем добровольно задать Здесь на этом посту Запрещенные предметы Семьи стаковые Как оружие, наркотики, боеприпасы Что-то у вас имеется? Проседели в автомобиле Пока ехали нашли Что-то еще Свертки внутри Порошок, кристаллы Что там? Твердые, колкообразные Камни? Растения Растения Что там находится? Ручьи Я один Открыл Печатал Вещество Короче Я не думаю Кристаллические Порошкообразные Порошкообразные Да Порошкообразные Вещества Я на язык попробовал Оно короче Ранее такое вещество Видели, пробовали? Нет Ранее не видел Ну я Ну так Что вы предположили Что это такое? Ну я потому что Это наркотики Водитель Хотя и путанно Но достаточно подробно Рассказал о том Как нашел непонятное Вещество И хотел от него избавиться Когда ему предложили Указать место в машине Где лежит Злочастный сверток Он с готовностью Откликнулся И сообщил Что задняя дверь Автомобиля Стала временным Местом перевозки пакета Однако Как выяснилось Мужчина лукавил И тщательный досмотр Иномарки Принес другие результаты В результате досмотра Автомобиля Под обшивкой Задних пассажирских Дверей было обнаружено 8 пакетов С наименованиями Различных городов Внутри которых Находилось 273 свертка С веществом Синтетического происхождения Кроме этого Аналогичные свертки Были обнаружены И в других частях Транспортного средства Зафиксировали? Экспертиза установила Что в свертках Лежал синтетический Наркотик Мефедрон Общий вес Изъятого вещества Составил 6 килограммов То, что мужчина Не просто нашел свертки А вез их Целенаправленно По адресам Не оставляла сомнений Каждый пакет Был пронумерован С указанием Города доставки В отношении задержанного Следственным отделом Отдела полиции Комсомольский Управление МВД России По городу Набережной Челны Возбуждено уголовное дело По признакам состава Преступления Предусмотренного Частью 3 Статей 30 Частью 5 Статей 228 Прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации Покушение на незаконное Производство Сбыт Или пересылку Наркотических средств Психотропных веществ Или их аналогов В настоящее время Фигурант арестован На время предварительного следствия Министерство внутренних дел По республике Татарстан Напоминает Если вы стали свидетелями Преступления Связанного с незаконным Оборотом наркотиков И содержанием наркопритонов Обращайтесь по круглосуточным Телефонам 02 и 119 Или по телефону доверия МВД по республике Татарстан 291-2002 Сотрудники полиции ОМВД России По Арскому району Задержали 55-летнюю местную жительницу Которая выращивала На своем приусадебном участке Наркосодержащие растения мака Что подтверждено экспертизой В ходе обыска Изъяли молодые побеги мака Сухая масса вещества Составила почти 2 килограмма Женщина призналась Что выращивала мак на огороде Вместе с овощами Исключительно для личного потребления Решается вопрос О возбуждении уголовного дела Полицейские ОМВД России По Нурладскому району Установили 49-летнего местного жителя Который на территории частного дома Занимался культивированием Наркосодержащих растений В ходе обыска на территории хозяйства Обнаружено 23 растения конопли Сухая масса вещества Составила 42,1 грамма Мужчина дал признательные показания По данному факту Возбуждено уголовное дело По признакам состава преступления Предусмотренного частью 1 Статья 231 УК РФ Незаконное культивирование растений Содержащих наркотические средства Или психотропные вещества Сотрудники управления По контролю за оборотом наркотиков МВД по республике Татарстан Задержали 51-летнего казанца При осмотре было изъято 97,2 грамма гашиша И еще 130,9 грамма гашиша Обнаружили в садовом доме Задержанный пояснил Что запрещенное вещество Приобрел для себя В одном из интернет-магазинов По данному факту Возбуждено уголовное дело По признакам состава преступления Предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ Незаконное приобретение Хранение, перевозка Изготовление, переработка Наркотических средств Психотропных веществ Или их аналогов Специалисты утверждают Что наркомания неизлечима Но это не значит Что лечиться бессмысленно Как раз наоборот Это единственная возможность Вырваться из лап белой смерти А после длительного курса лечения Судьба пациента Зависит от него самого И исключительно от его желания Вернуться в полноценную жизнь Без пагубных пристрастий Есть множество бывших зависимых Которые много лет Не употребляют наркотики У них родились здоровые дети Есть хорошая работа И большинство уверены Что в их жизни Наркотиков не будет больше никогда Когда говорят о том Что бывших наркоманов не бывает Имеет в виду Что наркозависимость Носит рецидивный характер И не в 100% случаев Получается добиться Полного выздоровления В случае срыва Наркоман вновь отправится Блуждать по всем кругам ада Итак, история одной зависимости Люди часто учатся лишь на своих ошибках Но цена этому слишком высока Собственная судьба Герой нашего сюжета Употребляет наркотические вещества С 15 лет Сейчас ему более 30 Но кроме наркотиков Увы, его жизнь ничем не заполнена Если бы можно было изменить Конечно бы я изменил Но поменять и изменить Уже невозможно У меня просто возраст уже не тот Слишком много упустил Сомнительное удовольствие Вовсе не стоит целой испорченной жизни Стоит отдавать себе отчет Что запретный плод Скорее не сладок, а ядовит Первое ощущение Мне было плохо, меня тошнило То есть на самый первый раз У меня было отвращение То есть с первого раза Я вообще ничего не понял Мне предложили мои друзья Там, с кем я раньше общался Рвемся через почку с подгрузом И схваченные зубы запили Сколько ты еще не слышал музыки Сколько не увидел в небе шпилей За мнимой эйфорией прячется ужасный стресс И вред для организма Увы, наркоманы осознают это не сразу А пути назад нет Ломка это когда Начинает, допустим, тело сначала холодеет Немеет, потом тебе происходят судороги Это вот как ты в воде купаешься Вот начинает ноги выворачивать Мышцы, суставы Поднимается температура, рвота, тошнота Я сколько раз здесь умирал Вот здесь конкретно Меня откачивали Вот заведующее отделение Меня лично носило в реанимацию Возили там Вот сколько раз у меня почки Останавливалось, сердце нам То есть успевала довозить скоро Это не разовый случай Наркоман не страдает в одиночестве Он разрушает не только свою жизнь Но и жизнь своих близких Родственник наркоман – горе семье У меня сейчас вообще плохие с кем отношений И с близкими вообще У меня получается два развода С родителями Я тоже практически не общаюсь То есть меня не видят, не слышат, не хотят Человек в ответе за каждый свой поступок И не важно, что им движет Истинное желание это совершить Или просто дикая ломка без наркотиков Он лечился вот всю жизнь у меня так И в тюрьме сидел там То есть неоднократно И в большой такой период В основном за наркотиков попадаешь Но больше половины я в тюрьме Ну не больше половины я просидел в тюрьме 14 лет Поначалу, да, вроде ты начинаешь Как бы у себя там воровать, крысить у своих родственников Потому что понимаешь, что ты не хочешь в тюрьму Но боишься этого Кого можно обокрасть? Своих родственников Они не напишут заявление И вот пока все родственников ты не оборуешь Пока они не кончатся Потом уже пришлось идти куда-то в другие места воровать Жить нужно так, чтобы потом не хотелось Повернуть время вспять и все исправить Приобретение наркотиков можно приравнять к потере жизни Ну вообще много, наверное, я потерял в этой жизни Я себя, наверное, в первую очередь потерял Цели поменялись Мышление стало другое Здоровье, что-нибудь Ну сфер вообще много каких Физических, семейных Потерь очень много Скатившись на самое дно Подниматься очень тяжело И часто это невозможно Некоторые, да вот ребята, настолько там Себя там, да, чувствовали Даже там тапочек не было Они сюда бесяком приходили Или в реабилитацию приезжали там В кровяных штанах летних Ходили зимой и летом Бывших наркоманов не бывает Тот, кто встал на эту тропу Увязнет в ней навсегда Даже вот взять, я наркоман, да Я понимаю прекрасно, с чем могу столкнуться То есть если я наркоман Что для меня ВИЧ, гепатит, это нормально Я уже знаю, что я готов Все, я по-любому могу заразиться Там быть в шоке от этого Мне не стоит Единственное, к чему могут привести наркотики Это гибель Гибель как моральная, так и физическая Если там ребята вот молодые Начнут свое потребление И там играются вот с этими наркотиками Пусть они независимые еще там Раз пробовали, раз в месяц пробовали Это вся игра у них закончится смертью Проходят тысячи линий Все через меня Выливаются все Частая причина вовлечения подростков Да и взрослых в разные формы зависимости Банально, да неприличие Заняться было нечем Вот и решили покурить за углом Выпить в подъезде Попробовать наркотик на вечеринке Поэтому крайне важно Помогать молодым ребятам Направлять энергию В нужное русло В том числе и в развитии субкультур Это, например, готы, байкеры Хиппи, толкинисты, диггеры, чирлидеры Появляется и новое движение В подростковый период у человека Происходят внутренние и внешние изменения Он страдает от негативного принятия Своего образа тела Испытывает стресс Чувствует большое давление со стороны общества В это время потребность подростков Самовыражения становится так велика Что у них появляется желание Стать частью субкультуры Многие из неформалов Весьма неординарные и талантливые люди Потому что в субкультурном сообществе Всегда поддерживается творческое начало И за это никто и никогда не осуждает Подростки — это наиболее уязвимая часть населения Если так можно сказать Почему? Потому что они находятся В таком остром периоде самоопределения То есть они ищут себя В современном мире образовалось Много молодежных движений Со своими идеалами, культурой, общением Направлением музыки и имиджем Современные субкультуры отличаются от тех Которые были популярны 20 лет назад Если раньше, например, в 90-е, в 2000-е годы Когда только-только появлялись все эти субкультуры Рокеры, панки, например Байкеры, к примеру У них были очень четкие цели Очень четкие задачи, если можно так выразиться У них был такой бунтарской дух То есть они создавались для того, чтобы противостоять Общепринятым нормам То современные субкультуры на сегодняшний день Существуют в основном в мире виртуальном То есть это ТикТок, это Контакт, это какие-то другие социальные сети И поэтому нет вот этого вот бунта явного на сегодняшний день Нельзя объединять все неформальные движения в одно понятие Субкультуры делятся как минимум на две большие и важные группы Позитивные неформальные движения и деструктивные Позитивная субкультура – это возможность самовыразиться ребенку К сожалению, мы ведь живем То есть школа, садик и различные уже нормы и правила Социума, в котором мы существуем Очень быстро загоняет взрослых в определенные рамки За которые выходить непринято, неловко и так далее А подростковый возраст хорош тем, если говорить про позитивную субкультуру Когда можно позволить себе эксперименты Но не стоит забывать, что в подростковом возрасте Начинают проявляться черты характера Переоценивая возможность своих возрастных способностей Подростки приходят к убеждению, что они ничем не отличаются от взрослых людей Отсюда их стремление к самостоятельности и независимости Болезненное самолюбие и обидчивость Острые реакции на взрослых, недооценивающих их права и интересы И такой настрой может привести подростка уже в неблагоприятную компанию К моменту, когда ребенок уже ушел в какую-то субкультуру И тем более, если это субкультура со знаком минус Это говорит о том, что контакта между ребенком и родителями Либо он слабоват, либо его нет вообще Кто-то увлекается подобными течениями, что называется по фану, ради веселья Кто-то приходит со своими болями на фоне переживаний Из-за развода родителей, смерти близких или напряженных отношений со сверстниками А для кого-то это этап перед началом преступного или зависимого поведения Субкультурами часто увлекается инфантильная молодежь, которая не хочет взрослеть Для нее это уход от реальности, который часто сопровождается употреблением запрещенных веществ Специалисты рекомендуют не бороться с субкультурами А акцентировать внимание на их преимуществах Таких как развитие талантов молодых людей, их способностей и общение по интересам Если подростку не хватает внимания в кругу своих близких Вероятно, он будет искать его в другом месте И это одна из причин, почему молодые люди вступают в различные субкультуры Мама и папа запрещают, например, играть в компьютер дома Или сидеть в интернете столько времени, сколько хочется То есть запретить запрещают, а альтернатива ребенку не предлагается И тогда ребенок, то есть как бы это уже банально не звучало Тогда ребенок уже ищет выходы, выплески своей энергии за пределами дома Наиболее популярные субкультуры среди современных подростков Это ванильки, детенсайдеры, инди-кит, софт-гел и том-бой Каждое из этих направлений отличается своей идеологией и имеет характерные черты Например, ванильки, это когда в одежде преобладают светлые тона Яркие тона, розовые какие-то заколочки То есть там акцент делается именно на женственности, на какой-то мечтательности Еще одна популярная субкультура – это инди-кит Эстетика этого движения основана на ярких цветах и моде Инди-кит приобрел свою популярность в 2020 году благодаря социальной сети ТикТок Это очень свободный, невинный образ жизни, наполненный духом товарищества и созданием воспоминаний А вот представители субкультуры софт-гел наоборот предпочитают более нежное самовыражение Стиль софт-гел основан на чрезмерно милом и романтичном образе На мой взгляд, вот эта возможность самовыражаться творчески с помощью одежды или макияжа – это прекрасно Это возможность, это знаете, это такое воплощение, такое проявление внешне какой-то внутренней свободы Субкультуры могут быть ценным и полезным ресурсом, помогающим наладить взаимоотношения со сверстниками на основе общих интересов Расширить кругозор, приобрести организаторские и лидерские навыки, выработать собственные ценности Но роль родителя – проконтролировать, чтобы влияние субкультуры на их ребенка несло только положительный характер И уберечь подростка от деструктивных молодежных движений Еще одна тема, которая вызывает волнение родителей – время, которое дети проводят за компьютерными играми Взрослые недовольны тем, что ребенок не выполняет ни домашнее задание, ни дела по дому И вполне резонно тревожится, что возникнет игровая зависимость Однако в развитии компьютерных игр есть один неоспоримый плюс Это профессиональная форма игры или киберспорт Он получил статус официальной спортивной дисциплины в 2016 году Так что это такое же спортивное состязание, как, например, шахматный турнир Родители могут быть спокойны Киберспортсмены четко разделяют игру и реальность О других плюсах компьютерных игр и минусах тоже наш следующий сюжет Видеоигры – это уже давно не просто детское развлечение, а настоящая киберспортивная империя Профессиональные геймеры могут тренироваться за компьютерами по 8-12 часов в день Скорость реакции, мышечная память, стратегическое мышление и работа в команде Это вам не игрушечки Киберспорт – это состязание профессиональных игроков в компьютерных играх Причем жанры игр на соревнованиях могут быть совершенно разными Шутеры, файтинги, стратегии Популярные турниры мирового масштаба проводятся на больших стадионах и аренах И организованы по аналогии с баскетбольным матчем или большим концертом с размером аудитории до 30 тысяч человек Но начинается все намного раньше – с проведения досуга перед компьютером дома или в компьютерном клубе Например, Арсений Лузин увлекается видеоиграми уже более 4-х лет Играет он вместе с друзьями, предпочитает жанр шутеры Арсений знает, что компьютерные игры в разумных пределах положительно влияют на развитие человека Я бы сказал, есть некоторые критерии, которые они могут развить или что-то типа такого Они развивают реакцию, умственное мышление, может, знание какого-то языка, например, английского Английский очень помогает в компьютерных играх, потому что ты общаешься с иностранцами Какие достижения в этом хобби у тебя уже есть? Возможно, ты участвовал в каких-то турнирах? Я участвовал в турнирах, в нескольких, не одном И играл всегда с одной и той же командой Иногда были хорошие результаты, иногда плохие Но в основном на городе получалось побеждать Еще один герой нашего сюжета, Евгений Икаидзе, играет в компьютерные игры с 6 лет Когда отец подарил ему первую игровую приставку Сейчас Евгений уже сам воспитывает дочь, но компьютерными играми увлекается до сих пор Более того, с годами любовь к этому хобби только усиливается Помимо видеоигр, Евгений любит продумывать стратегию в настольных играх Или потренировать тактику в страйкболе У меня дома компьютер игровой, настольные игры, VR-шлем, в который я играю Всем, кто приходит ко мне в гости, я исключительно специально сажу их в кресло Одеваю шлем на голову, заставляю почувствовать это Это просто нереальные впечатления Это должен пережить каждый Какие жанры игр ты любишь больше всего? В основном сейчас инди-игры всякие достаточно интересные делают Есть пара игр, я даже не знаю, к чему их отнести Это не стратегия, ничего, но это игра, которая рассказывает тебе историю о том Ну там, допустим, у тебя есть поселение, и ты развиваешь его И игра тебе подбрасывает те или иные задачи, препятствия и все остальное И постепенно твое поселение вырастает и развивается, и все остальное Некоторые родители запрещают детям играть в компьютерные игры Какая у тебя позиция на этот счет? Все-таки ты и геймер, и одновременно родитель Моей дочери это не вредит Я не могу сказать за всех абсолютно детей Моей дочери это не вредит Я точно знаю, что она благодаря игровым всяким штукам Очень быстро учится считать и все остальное Она лесенки идет домой, считает Запрещать ей это, я не собираюсь, это развитие И запрещать ребенку сейчас видеоигры или YouTube или еще что-то Это неправильно, я считаю Если я запрещу ребенку общаться с гаджетами в современном мире Я, можно сказать, запрещу ей общаться со сверстниками и всем остальным Потому что она должна знать это, когда приходит в группу к ребятишкам Потому что они все этим занимаются Нужно признать, что компьютерные игры стали таким же элементом человеческой культуры Как литература, живопись или театр И действительно, экспертная оценка и исследование показывают Что индустрия видеоигр стимулирует молодое поколение не только играть Но и творить, расширять кругозор и тренировать логику Поэтому родителям не стоит категорически запрещать детям такое хобби Но контролировать время, проведенное за компьютером И эмоциональный настрой ребенка после игры, безусловно, важно Предлагаю проверить, какой метод игры наиболее эффективный Профессиональный, со знанием всех комбинаций Или простонародный Жми все кнопки и как можно быстрее Поехали! Все-таки удача и дело случая это здорово, но компьютерные игры это больше про навыки и умения Это была программа «Без компромиссов» Программа, в которой мы рассказываем о наказаниях за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков И о тяжелых последствиях зависимости, чтобы вы этот путь никогда не выбирали С вами был Равиль Сайганов До встречи на телеканале Татарстан 24 Татарстан 24 Редактор субтитров А.Семкин